Вы смотрите отзыв об отеле Скандик Симонкента. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Майк-65, который был в нем в 2015 году. Вот так спонтанно увидели акационные билеты Аэрофлот до Хельсинки за 8200 рублей и решили на выходные слетать в этот скандинавский город. На подготовку ушло всего две недели, то есть для нас бешеным темпом, так как никогда не собирались в Финляндию, наслышавшись отзывов скептиков об этом городе, как объекте туризма. Хочу остановиться на некоторых аспектах, которые не сразу смогла найти на форумах, а поэтому волновалась. 1. Самолет наш должен был приземлиться в Хельсинки в 20.05, но из-за задержки вылета прибыли мы туда в 21.25. То есть времени самое раннее, боялись, что не сможем купить проездные на два дня. Правда читали на форуме и смотрели на сайте транспорта Хельсинки, что вблизи остановок есть автоматы, но сколько времени понадобится, чтобы справиться с ним. Короче оказалось все не так страшно, на выходе из терминала 2 есть магазин Алеппо, круглосуточный, билеты купили в нем по карточке, и сразу к автобусу. Платформа номер 21, где останавливается 615 автобус, прямо напротив выхода. К слову сказать, на остановке под навесом действительно стоя работающий автомат, который продавал билеты и за наличные, и по картам. На остановке табло со временем, через которое отправится автобус. Очень удобно и обнадеживающе. 2. Так как до отеля автобус не доходит, а отель мы выбрали скандик Симонкента, то боялись, что не успеем попасть в метро. Но нам повезло, метро работает в 23.30, и мы в него успели. Автобус отправлялся из аэропорта в 22.10, минут через 30 мы уже вышли за одну остановку до конечной железнодорожного вокзала. В метро перед выходом на платформу и на ней тоже электронное табло со временем, через которое прибудет поезд с указанием конечной станции в этом направлении. О чем пожалели впоследствии, не уточнили, где именно останавливается автобус 615 на этой остановке в обратном направлении. В отель нас заселили не то что быстро, а очень быстро. Но просили номер на верхних этажах, получили на втором, просили теплый номер, дали угловой холодный, но наверное не из-за того, что угловой, а из-за того, что что-то неправильно было со стояком обратки, труба была теплой, но из батареи труба в обратку была холодной. Да еще и вентиляция сверху над окном должна по всей видимости гонять воздух через батарею сверху. Но так как батарея была холодной, то и вентиляция гнала холодный воздух. Выключить вентиляцию невозможно. Но под одеялом спать вполне комфортно, так что во сне не замерзли. Отель вполне соответствовал нашему представлению и отзывам на форуме, даже про холод мы знали и были к нему готовы. Электрочайника в номере нет. Считали, что одна женщина написала в отель просьбу подготовить чайник, и ей его действительно дали вместе с чайными принадлежностями. Нам же в ответ на такое письмо отказали. Зато есть встроенная гладильная доска с утюгом, которой нам так и не пришлось воспользоваться. Телевизор с плоским экраном, и висящим кабелем с выходом USB, воспользоваться также не пришлось из-за плотного графика. Хотели следующей ночью посмотреть фильм, но вырубились. Отель за две ночи на Букин по тарифу без возможности отмены стандартный номер на двоих обошелся в 180 евро, но почему-то впервые деньги не сняли и не заблокировали до момента отъезда. Видимо, в отличие от итальянских отелей, финские в деньгах особо не нуждаются, вернее, готовы их терпеливо ждать. В общем, номер довольно-таки комфортный. Шум из соседних номеров не слышен, но вот трамвай слышали отчетливо. Хотя и не особо громко, как слышны наши трамваи. Из неудобств хочется отметить даже не отсутствие халат и тапочек, хотя и не помешали бы, особенно тапочки. А устройство душа. Подона под него не было, слив был на полу. А дверка была так устроена, что просто при закрытии, причем неполном, так как при полном закрытии места в кабине уже не хватит, чтобы в ней стоять. Она просто предохраняла от полива из душа левую часть ванной комнаты. Из-за этого парникового эффекта не возникало, и было просто холодно. Про тапочки мы также знали, поэтому взяли с собой. А халат, впрочем, и не очень нужен, так как в отличие от Венгрии в Хельсинки не принято из номера спускаться на лифте в сауну в халате. А так он зачем еще нужен, если в номере практически только спишь? Завтраки вполне приличные, особой суеты и отсутствия мест не заметили. Официанты с уборкой к столам подходят только после того, как вы уходите. В процессе приема пищи не заметили, чтобы уносили грязную использованную посуду. Из еды стандартно, омлет, яйца вареные двух степеней варки, 4 минуты и 7 минут. Каша овсяная, всякие хлопья, нарезка сыров, колбас, ветчины. Какие-то круглые мясные беточки, хотелось бы, чтобы это была оленина, но на русском надписи не было. Сосиски. Сыр похожий на творог, три вида ягуртов, какое-то местное блюдо, напоминающее поджаренный тост круглой формы со овсяной кашей внутри. Нарезанные свежие помидоры, огурцы, соленые огурцы, селедка и какая-то рыбка горячего копчения. Фрукты, ананасы, мандарины, сливы, яблоки. Попробовали кисели. Выбрали клубничный, но совсем не натуральный. Кофе из бойлера, поэтому пили чай Липтон. К проезду в лифте с использованием карточки тоже были готовы, но пришлось прочитать английский текст, чтобы убедиться, что мы все делаем правильно. Нужно было приноровиться всунуть карточку и вытащить сразу. Чуть передержишь, и лифт стоит. Зато очень удобно в изотеле можно сразу попасть и в торговый центр, и в метро, и даже на междугородний автовокзал. Вообще нам показалось, что в Хельсинки главное попасть в переход, а их в него можно попасть куда угодно. Вай-фай в отеле берет нормальную ресепшн, и в номере, для соединения нужно ввести свою фамилию и имя, и номер телефона. В номере телевизор показывает только один российский первый канал. В метро интернет работает только в вагонах, на станциях не работает. В торговых центрах устойчиво работал вай-фай только в Итахеспусе. В стокмане и компе, только в зонах кафе, причем наши с мужем айфоны в компе находили сеть, например, зоны кафе-пикник, но интернет не загружался. Отдельно хочется выразить благодарность Гидрометце и Антро. В пятницу вечером погода стояла безветренная, ясная. В субботу солнечный ясный день, температура 11 апреля прогрелась до 12 градусов. В воскресенье, в день отлета, до 13.00 стояла солнечная погода, потом пошел дождь и задул холодный ветер. Так что в субботу мы успели пошапиться, а с утра в воскресенье пошли по местным туристическим достопримечательностям. Сенатская площадь, набережная, эспланада, Успенский собор, рынок. Так как была Пасха, в Успенском соборе успели на службу. На трамвае номер два просто проехались, как на экскурсионном автобусе. Виды из окна тоже очень понравились, впечатлило множество различных магазинчиков с винтажными витринами, всякие транзисторы, старинные автоматы для проигрывания грампластинок. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok